В Наринмаре обсудили перспективы молодежного самоуправления. Общественная молодежная палата при собрании депутатов НАО провела первые окружные молодежные парламентские слушания в регионе. Мероприятие состоялось в открытом формате в Ниницком аграрно-экономическом техникуме имени Волкова. Самые активные молодые люди округа, представители студенческих самоуправлений, российского движения школьников, регионального отделения Российский союз молодежи собрались в зале аграрно-экономического техникума, чтобы обсудить главные молодежные проблемы. Организаторами этой встречи выступила Общественная молодежная палата при собрании депутатов НАО, которая с 2007 года обеспечивает двухстороннюю связь молодежи с законодательной и исполнительной властью. Самое главное, что ждем мы именно от нашей молодежной палаты, не столько проведения развлекательных мероприятий, а сколько именно предложений для того, чтобы внести законодательные документы в законы Ниницко-автономного округа. Почему у нас не возвращаются молодежные места, что для этого нужно выполнить по молодежной политике в части социальной защиты? Каким образом нам усилить, например, просветительную работу по продвижению нинецкого языка? Каким образом нам выстроить образовательное волонтерство на селе? Эти проблемы, по словам Татьяны Бадьян, существуют не только в нашем округе, но и в других регионах страны. И эта встреча – возможность высказать лучшие предложения по их решению на самом высоком уровне. 23 мая в Государственной Думе планируется слушание по молодежной политике, где будут выступать представители молодежного парламента Российской Федерации. И вот в этот период до 15 мая на территории 85 регионов проходят публичные молодежные слушания. Молодежные парламентские слушания в Ниницком округе проходят впервые. Но, по словам организаторов, результаты не заставили себя ждать. Более 17 предложений, выработанные в ходе обсуждения, легли в основу резолюции. И совсем скоро, 23 мая, они будут представлены на парламентских слушаниях в Государственной Думе.